потом пойдем поближе подходите поближе вам же удобнее будет слышать я вас прошу вы мне важно не согласны чем согласны согласно это понятно заодно у нас идет так не отвлекать никого на 2 мостик заезжает там одна глина проехать послушайте вас это касается проехать очень сложно и все-таки ехать надо а как сделать чтобы с первого мостика подниматься ну никак не поднимется там солнышеки я предлагаю купить не вам я это сделаю минимум четыре камаза это всего обойдется так алексей по полторы тысячи брали камаз за капец песок не по две с половиной было две с половиной вроде бы значит две с половиной четыре это 10 тысяч ясно дело это деньги это у меня две пенсии считай уходит я думаю четырех может мало может 6 но брать только который назад ссыпают это уже можно было бы сейчас сделать но кто-то проехал во время дождя и там две колеи идут он песок-то и все в колеи уйдет кто там во время дождя ринулся туда и не вернулся ну вот так вот все нельзя ли игорь тебе обращаюсь нельзя ли каким-то путем это их сравнять может проехать или еще ничего нельзя сделать я хотел бы это сделать но как сделать вот эту две траншейки то кто-то проехал оставил там песок-то весь искупится если там будет песок все равно весит они не утащен за нога это машина-то за колесами и можно будет проезжать мы подправили первый мостик повыше подняли сейчас вообще едешь там воды вот столько замечательно закончили мы работы закончили по рыжевскому пруду это вообще не выскажет какой был там труд огромный закончили и шлюз подняли с шлюза который соединяет первый-вторый мостик я прошу ни камня не убирать мы вывели его на тот уровень который был у нее вы убрали назад не положили и там вымело все что мы три дня делали ну можно было камни прошлом году подняли подкопали положили их на место чтобы вода текла по камням нет сторону а дальше иди мы это опять выровняли конечно прорыв так и остался если ничего нет может предложение какие-то сделает кто-то как просить женю с грейдером пройти здесь тут всего ничего он не возьмет оставить как есть засыпать это еще противопад как оставить как есть он оттуда с этих не вымоется там и останется это лучше будет самый лучший вариант видишь какой хороший вариант пришел вот важно советоваться а нельзя ли пойти заранее нам ну выйти и лопаты под с совковыми лопатами столкнуть туда и чтобы прикрылась это еще лучше что он в ложбинке можно я тоже скажу мы когда на севере жили с бригадой ездили так тихо помолчите пожалуйста дорогу делали значит там тундра в топе болото и делали ее как блины покупали это государственные конечно затраты был такой типа войлока искусственного где-то сантиметр толщиной и вот его раскладывали вдоль всей дорог дороги и засыпали туда песок и вот эти края этой ткани заворачивали и так три слоя три лепешки такие были я нет не улыбайтесь я хочу сказать что если нам попробовать вот эти наши мешки белые взять и хотя бы на плотине в мешки набивать песок и выкладывать его никто не смоет и он будет лежать на месте это пропилен он она солнца сгорает в первый же месяц там ничего нет тут рука одна ну правильно но пока он сгорит этот песок уже сдавится закрепиться так здесь песок столько мешок дальше кто-то с мешков туда невозможно это нам нужно свой небольшой хотя бы сантиметров 10 протянуть ну я сказал 4 6 расходы я беру все на себя мне кажется он там не сильно должен уйти не сильно должен уйти почему потому что там уже спрессовавшийся ну уже есть форма по этой дороге это ж не топ какая-то и даже вот эти то что ложбины есть и пусть он их засыпет и все и потом все это прессует значит принято как сказал егар я хотел дополнить давай что когда делают теплый пол в домах это сейчас технология распространенная то есть делают фундамент теплый пол это поднимает грунт на уровень фундамента и бетонирует площадку там трубки проходят и вот это тот пространство забивает песком и проливает его водой это самый материал который когда страмбуется он самый твердый становится а сейчас все на песке делают все вот эти мосты и все на песке делают даже невероятно он там наверху он снижится если задний борт открывается попросите или залезьте кого-то помаленьку сталкивать как взят он в одном месте рухнет это вообще не проезжает а куча песка будет лежать ну как-то помаленечку не знаю песок но как помаленечку говорят специалист он может так тебе такой лентой провести но я не знаю сколько у нас бывает он тряхнул свалилась а если так приподнять такой уровень почти сваливается но не сваливается и два-три человека лопатой потихоньку проехать нет он по-моему это самое правильное не водитель комаза не позволит так сделать так нельзя делать по это безопасности ты вылетишь оттуда или убежишься борт алексей он кузов поднимает чуть-чуть качнется у него вырывает все с этих кронштейнов он стал должен вывалить спокойно опустить тогда а когда вы поднимать он у него все это будет я думаю чтобы когда подъехали он поднял тогда поднимается туда-то может сделать себя закрепить там даже хоть веревочкой никак не шофер не пойдет на это такое простое дело я не не специалист но я знаю что дорога должна быть хорошая у меня интересный случай я еще раз напомню вот здесь вот мы возимся вот эта щебенка 232 тысячи обошлась вот который лежит только на этой дороге и мы там возимся а тут стоит у нас один человек потеряевский и смотрит на нас а у меня охота спросить я тогда подошел и спрашиваю скажи о чем ты сейчас думаешь ну если думаешь помочь ты бы сказал он говорю думаю куда вы деньги эти все гробить это может было другое место я куда дорогу да вон кладбище там дорога хорошая но на днях я вижу выезжает человек этот на кладбище не едет куда надо здесь и по нашим мостам я думаю слава тебе господи молча все доказано почему дорога нужна и вода нужна и перекрыли никакой трубой трубы там любовь сметет а сейчас как горная река проходят мы везде мне очень хочется сделать уж я не говорю дорогая найти углубить пруды сделать для рыбы это обойдется 1200 примерно так я беру тоже на себя это ну найти никто не может никак чтобы углубление было углубить его 4-5 метров допустим а туда елта нанесет маленько там рыба то какая будет а что 15 литровое ведро отец говорит он который коров поете симаковский костровый 15 литровая и караси были говорит лежит гад хвост наружу а нам даже там корами козявок то ничего и нет сейчас и тут можно было сделать ну я не могу нигде достать сказали это санкт-петербурге он пока привезут за миллионов за обойдется развалится по дороге в прошлом году почти нашли но он запросил мы привозим 22 тысячи за бульдозер привезти и увезти столько же надо ты сама подумай где я ни разу не ходил и не просил дальше за каждый час как он завел его и тронулся с места все это я уже считает он едет туда а едет мне говорят он же мухлюет это человек то едет на скорости едва 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 даже у него скоро другая есть я его спросил ты время может быть одежда нет он и ну медленно медленно идет а то часы и все набегает и речь идет уже о сотне я пришел приехал он ему 140 тысяч сразу это игру не игра какая-то но по милости божией три года и давал он искал бульдозериста самый хороший все хорошие были ни один не матерился самое главное дело куда просил что как мы видим про проезд то есть это не просто так ну а дальше то я ничего не могу сделать драглайн дайте мне и как с песком поправиться покрыть эту дорогу песком чтобы вы в непогоду никуда вас не заносило ну подумайте то есть вариант давай это делается куча отдельно стороне а потом какой-то техника и берешь есть такая техника в мамонтов в в ребрихе у игоря барабаша кун называется кун но там у игоря кун а там специальный экскаватор есть такой он приезжаю этот колодцы копал у него впереди ков желтый такой куча делается песка заготавливается а потом берешь ковшик и по дороге раз рассыпаешь и он же может потом и планировать у него ковш разделяется я думаю проще всего может грейдер взять не грейдер он он грейдер это уже оконцовка когда кучки такие делаешь дорога неровно он заглаживает а первичную работу вот этот трактор может сделать я говорю не о божественном это тоже необходимо сейчас скажут говорили о божественном а тут какие-то комбайн везде где дорогу засыпают привозят чем не делают большую гору а потом развозят ее твоя мама говорила около игоря там ты помнишь болото какое как и что все ходят и все по этой дорожке идут где надо так и за заделанное прошло как надо мне нужна помощь в вас советом советом расходы беру на себя повторяю помогите дорогая на раз и как пуском сделать подъема что можно было залазить проходить и там дальше все у меня понял да какой речки лена ты еще скопировала люба